Всем привет! Сегодня расскажем способ, как избавиться от кашля и вылечить бронхит или воспаление легких. Точнее, будем делать чудодейственный компресс. В емкость добавляем по одной столовой ложке меда, горчичного порошка свежего, подсолнечного масла, водки. Если водки нет, то можно разбавить спирт до необходимого градуса. Все перемешиваем и добавляем 4 столовых ложки муки без горки, желательно грубого помола. Если нет, то добавляйте ту, которая есть, например, пшеничную муку. Сначала мы создаем вот такой комок теста, а потом с помощью скалки раскатываем лепешку нужного нам размера. Если будет тесто липнуть, то добавьте еще немного муки. Для взрослого человека этой массы хватит для компресса. Если вы планируете делать такой компресс для ребенка, то необходимо обязательно уменьшить количество горчичного порошка. Или как альтернатива добавить больше муки и водки, чтобы масса стала не такой пикантной, жгучей. Так как этот компресс по принципу горчичников в меру должен печь. Его кладут на спину и в области груди при кашле. Но помните, что в области сердца класть компресс нельзя. При бронхите, как правило, прикладывать спереди, минуя область сердца и сзади на область легких. Например, на то место, где болит или слышны хрипы. Размер компресса регулируйте сами. Если надо, чтобы компресс был больше, то увеличивайте, например, дозу всех ингредиентов в 2 или 3 раза. И, соответственно, наоборот. Далее берем марлю и складываем ее в 4 слоя. На эти 4 слоя кладем лечебную лепешку и опять накрываем марлей в 4 слоя. Затем, например, укладываем сверху на марлю пергаментную бумагу и сверху шерстяной платок, шарф или что-то теплое, что есть. Накладываем на ночь на больное место и лежим целую ночь. Компресс должен немного печь и прогревать. Компресс можно зафиксировать с помощью обычного бинта, марли или эластичного бинта. Утром компресс снимаем, больное место, где лежал компресс, желательно опять укутать, но уже без компресса. На улице лучше, по возможности, после ночи с компрессом не выходить, а оставаться в тепле, прогреваться. Если у вас температура не выше 38, то компресс применять можно. Если температура выше 38, то любые компрессы делать запрещено. Но при температуре, например, 37, его надо держать недолго, около 2-3 часов, не более. Иначе может подняться температура. Конечно же, в идеале делать каждый раз новый компресс, но его также можно использовать повторно. Для этого его необходимо положить в пакет и затем в холодильник. Когда нужно, компресс вытягиваем, разогреваем его на теплой поверхности, например, на водяной бане или батарее, и затем используем. Температура компресса должна быть не выше 37-40 градусов, чтобы все компоненты сохранили свои полезные свойства. Если компрессная масса кажется суховатой, то можно немного помазать водкой совсем чуть-чуть или же сбрызнуть ее на компресс. Такой компресс можно использовать повторно не более трех раз. Затем необходимо делать новый. В идеале вообще делать каждый раз свежий. Курс зависит от тяжести заболевания. Может понадобиться и около 50 дней. Компресс надо прикладывать ежедневно каждую ночь, пока не наступит улучшение. На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и будьте здоровы! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео подписаться. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!